Согласно статистике 78% жителей земного шара признаются, что пицца – их любимое блюдо. Это обусловлено универсальностью этого кушания. Пицца может быть открытой или закрытой, практически с любой начинкой, большой и маленькой, сытной и низкокалорийной. Выпекать ее можно любой формы. Когда люди слышат слово Италия, то большинство из них представляют пиццу. Невозможно побывать в этой стране и не попробовать это ароматное, вкусное, питательное и красивое блюдо. В каждом регионе Италии пиццу готовят по-своему. Но это не отменяет того, что в Италии наиболее любимыми считаются определенные виды пиццы. О них мы вам сегодня и расскажем. Привет, вы на канале Кулинарный ТОП, и это подборка 10 самых вкусных итальянских пицц. Номер 10. Пульезе. В Италии эту пиццу готовят в регионе под названием Апулия, поэтому ее часто называют пульской пиццей. Эта пицца – настоящий подарок для любителей лука, ведь на одну готовую пиццу уходит не менее четверти килограмма лука, порезанного полукольцами. Также в нее добавляют маслины или каперсы, растущие вапулии, а также анчоусы и орегано. Дополняют вкусовые качества этой пиццы свежие помидоры, оливковое масло и первоклассный сыр моцарелла, который допустимо заменять такими сырами, как проволона и пекорина. Пиццу Пульезе невероятно популярна среди вегетарианцев и дам, следящих за своей фигурой. Номер 9. Пицца с морепродуктами. Это один из самых изысканных видов пиццы. Морепродукты являются идеальным дополнением к тонкому, пресному тесту. Итальянцы не могли не позаботиться о любителях даров моря и приготовили легкую, изысканную пиццу с морепродуктами. Одна из разновидностей итальянской пиццы с морепродуктами включает в себя креветки, кальмары и мидии. Традиционно пиццу подают без сыра, так как морепродукты кладут поверх теста и томатного соуса. Однако в некоторых вариациях сыр все же присутствует. Номер 8. Диабола. Ее название говорит само за себя. Пицца Диабола для тех, кто любит пикантные, острые блюда с большим количеством мясной начинки. Тесто должно быть максимально пресным и простым, так как вся прелесть этого блюда кроется в его начинке. Секрет приготовления этой огненной пиццы заключается в специальном остром соусе на основе помидоров и перца чили. В качестве дополнительных ингредиентов по традиции выступают сыр моцарелла и салями, иногда – грибы. Диабола – это такой вид пиццы, на который можно класть сколько угодно начинки и острого соуса. И чем сочнее она получается, тем более насыщенным в итоге будет ее вкус. Номер 7. Четыре сыра. С этой пиццей знаком каждый человек, даже если он не живет в Италии. Ароматный, сливочный, тянущийся сыр в сочетании со специями мало кого способен оставить равнодушным. Такая вариация блюда популярна во всем мире. Согласно классической рецептуре, в пиццу изначально входили три вида сыра, а четвертый его вид посетитель мог выбрать сам, руководствуясь своим собственным вкусом. По традиции в блюда добавляют такие сыры, как моцарелла, фонтино, пармезан и горгонзола. Современные пиццерии не всегда кладут в пиццу именно указанные выше сыры. Повара пользуются следующей формулой. В готовом блюде обязательно должен быть сыр твердых сортов, ароматный сыр, сыр мягкий и сыр с плесенью. Сочетание сыров придает пицце необычный, неповторимый вкус, который обожают любители сыра во всем мире. Номер 6. Капричоза. Название этой пиццы буквально переводится как капризная и кажется вполне уместным, учитывая, что начинка, как правило, варьируется от одного региона к другому. Пиццу капричоза многие итальянцы без преувеличения могут назвать своей любимой. Это блюдо оценят те, кто любит выпечку с большим количеством разнообразной начинки. Для нее берут шампиньоны и белые грибы в равных пропорциях, ветчину, артишоки, оливки, сыр моцарелла, помидоры, чеснок и ароматные травы. На родине этой пиццы, в Риме в нее традиционно добавляют вареные яйца, порезанные ломтиками. В пиццериях многих стран мира, включая Россию, упрощенный вариант этого блюда носит название пицца с ветчиной и грибами. Номер 5. Четыре сезона. Эта пицца любима у тех людей, которые не терпят однообразия. Традиционно эта пицца делится на четыре части с различными начинками, каждая из которых символизирует определенное время года. Артишоки символизируют весну, помидоры или базилик символизируют лето, грибы символизируют осень, а ветчина, прошутто и оливки символизируют зиму. В зависимости от того, в каком районе Италии была приготовлена пицца, начинка может отличаться. Эту популярную в Италии пиццу описывают как классическую и одной из самых знаменитых итальянских пицц в мире. Во многих пиццерий по всей Италии можно встретить пиццу четыре сезона, составленную из наиболее популярных в этом заведении. Номер 4. Маринара. Считается, что это самая древняя пицца с помидорами, впервые приготовленная в самой старой пиццерии в мире. Главный ее ингредиент – томатный соус маринара, состоящий из местных спелых помидоров, орегано, чеснока, оливкового масла и свежего базилика. И хотя современные вариации пиццы-маринара включают в себя разнообразные виды морепродуктов и даже исключают томатный соус, заменяя его сливочным, однако настоящая неаполитанская маринара готовится только по классическому рецепту. Номер 3. Кальцони. Это уникальный вид пиццы, который выпекается в закрытом виде в форме полумесяца. Изначально в качестве начинки использовали сыр моцарелла и вяленые томаты, однако с течением времен данный вид пиццы стали фаршировать луком, анчоусами, различными видами грибов, сыров и колбас, включая солями, а также другими ингредиентами в зависимости от региона. Это блюдо популярно в виде закуски, которую удобно брать с собой в качестве перекуса на работу или учебу. Частным случаем кальцони является панцероти, которая отличается меньшим размером и способом приготовления обжариванием. Панцероти – это итальянский вариант пирожков. Номер 2. Маргарита. И хотя состав этой пиццы неприлично прост, однако Маргариту считают одной из самых вкусных пицц в мире. Для ее приготовления нужны томаты сан-марцана, сыр моцарелла и базилик. При этом ее вкус получается неповторимым и сбалансированным. Некоторые считают, что пицца без бекона, колбасы или мяса не может быть вкусной, но они просто не пробовали настоящую неаполитанскую маргариту. Итальянцы считают это блюдо поистине королевским, так как более лаконичного, классического и выдержанного рецепта пиццы просто не существует. Правда королеве Маргарите, в честь которой и названа эта пицца, такая идея не понравилась. Она считала, что лакомиться подобными блюдами – удел бедняков. Пицца так и не попала на королевский стол, зато ее с удовольствием едят уже не одно поколение людей по всему миру. Номер 1. Неаполитанская. Это самое символичное и культовое кулинарное творение Италии. Пицца получила название в честь города, где ее впервые приготовили – Неаполя. Истинные гурманы и знатоки итальянской кухни утверждают, что попробовать настоящую неаполитанскую пиццу можно только там, так как для ее приготовления требуются качественные местные продукты. Классическую неаполитанскую пиццу делают толстой по бортикам и тонкой в середине. Выпекать ее следует исключительно в дровяной печи на дубовых дровах при высокой температуре в течение двух минут. Если у итальянцев нет специального оборудования, то они не будут даже браться за приготовление этого блюда. Рецепт неаполитанской пиццы относится к классическим, поэтому изменять его и проявлять фантазию у них считается недопустимым. Готовят настоящую неаполитанскую пиццу из высококачественной пшеничной муки, трех видов спелых свежих помидоров, базилика, сыра моцарелла, а приправляют морской солью и ароматным оливковым маслом. Настоящая неаполитанская пицца готовится только в двух вариантах, которые мы рассмотрели ранее, маринара и маргарита. А какая ваша самая любимая пицца? Делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.